В последнем видео, в котором я рассказывал о грядущих изменениях и перебалансировках техники 7 по 10 уровень, упоминалось довольно-таки отдельным таким важным элементом перебалансировка, перенастройка, наверное так даже будет правильнее сказать, систем динамической защиты. В этой статье уже они конкретно рассказали, как именно будет переделываться динамическая защита и что она из себя в 0.33 будет представлять. Начнем с того, что из себя в реальности представляет динамическая защита. Это металлические в основном контейнеры с взрывчатым веществом в роли наполнителя. При попадании снаряда контейнер детонирует, тем самым разрушая снаряд или нарушая механизм его воздействия. Более современные поколения ДЗ защищают даже от кинетических снарядов. Динамическая защита выглядит как расположенные поверх основной брони прямоугольные контейнеры, которые разрушаются от попаданий. В 0.33 ДЗ в игре будет выглядеть следующим образом. Она будет состоять из бронированного корпуса и взрывающегося наполнителя. Для чего бронированный корпус будет у ДЗ? Он будет защищать элемент от пулеметного огня, а иногда даже от автопушек. В зависимости от того, насколько усовершенствованный данный комплекс ДЗ. Это сделано для того, чтобы сейчас у нас в игре появились пулеметы, да, и этими пулеметами можно противника сразу лишить всех ДЗ, пока вы там перезаряжаетесь. Теперь же это уже будет невозможно и ДЗ будет более стойкий для такого огня. Кроме того, каждый этот контейнер ДЗ получит свой собственный запас прочности. Таким образом, снаряд может повредить контейнер, но не вызвать детонации, если его пробиваемости и урона будет недостаточно. Тем не менее, показатель прочности элементов ДЗ будет ниже, чем, к примеру, у керамического бронеэлемента комбинированной брони. Что в итоге будет происходить, если снаряд попадает в элемент ДЗ? Прям по пунктикам пройдемся. Первое. Это проверка на пробитие контейнера, сможет ли снаряд с его пробиваемостью преодолеть бронированный элемент ДЗ. Второе. Это расчет урона. Если потенциальный урон снаряда меньше имеющейся прочности контейнера, то элемент будет просто поврежден. Получит урон, но не на всю величину прочности. Если больше, то сдетонирует. Далее. Далее несколько еще пунктов, что дальше будет происходить. Первое. Это первоначальная пробиваемость снаряда будет уменьшаться за счет пробития брони корпуса элемента ДЗ. Далее происходит детонация, которая тоже снижает бронепробитие на величину, определяемую исходя из эффективности конкретной ДЗ. После этого дополнительно скорректируется в зависимости от угла попадания уже в основную броню машины. И последний этап. Только уже здесь произойдет финальный расчет пробития основной брони и урона техники. Эффективность ДЗ будет зависеть от ее поколения, указанного в описании. В игре их будет предусмотрено четыре. Первое поколение. Это ранние разработки ДЗ, которые появляются на шестом уровне и ниже. Они довольно просты и обладают следующими характеристиками. Не восприимчивы к попаданиям снарядов калибра менее 20 мм. Обеспечивают минус 50% к пробиваемости для стандартных кумулей и фугасов. Не защищают от бронебойных снарядов, БФСов и ПТУРов с тандемными боевыми головками. Пример таких ДЗ это системы Блейзер и Контакт-1. Второе поколение ДЗ. Второе поколение это то, что вы в настоящее время видите на несущих службу танках. Такие ДЗ появляются на 6-8 уровнях. Эти системы не восприимчивы к попаданиям снарядов калибра менее 20 мм. Они обеспечивают минус 80% пробиваемости для стандартных кумулей и фугасов. Обеспечивают минус 20% пробиваемости для бронебойных и БФСов. Не защищают от ПТУРов с тандемными боевыми головками. И такие примеры можно увидеть на Страйкере Реактив Армор, Арат и Контакт-5. Третье поколение ДЗ. Более современные технологии, которые вы встретите на 8-10 уровнях. В свою очередь такие разновидности ДЗ не восприимчивы к попаданиям снарядов калибра менее 20 мм. А также могут выдержать еще и несколько попаданий из автопушки. Обладают большой прочностью. Они также обеспечивают минус 80% пробиваемости для стандартных кумулей и фугасов. И, тут уже самое интересное, обеспечивают минус 50% пробиваемости для бронебойных и БФСов. И они уже могут танковать ПТУРы с тандемной боевой головкой. То есть они обеспечивают минус 50% пробиваемость у таких ПТУРов. Такие примеры это Арат-2, Реликт и почти все другие ДЗ, встречающиеся на указанных уровнях. За редким исключением. Дуплет на БМ-Оплот также будет принадлежать к этому поколению, сохраняя основные свойства многослойности. И, наконец, четвертое поколение ДЗ. Ультра-современный уровень или даже не существующие в реальности разработки, введенные в игру для баланса. Лишь две системы ДЗ пока могут быть к нему отнесены. Это Малахит и XM1A3 Арат. Чем они отличаются от остальных? Они также не восприимчивы к попаданиям снарядов калибра менее 20 мм. Также могут автопушки выдержать. Они уже обеспечивают минус 90% пробиваемости для стандартных кумулей и фугасов. Обеспечивают минус 90% пробиваемости для бронебойных и БФСов. Обеспечивают минус 90% пробиваемости ПТУРОВ с тандемной боевой частью. И обеспечивают минус 70% пробиваемости кинетических снарядов БОПС, кроме кинетических ракет. Важный момент. То, что, как и в реальности, легкие комплекты динамической защиты для ЛТ и БМП будут менее эффективны, чем тяжелые комплексы, которые обычно устанавливают на ОБТ. Кроме того, в игре могут встречаться ДЗ с условно относимой к поколениям 2+, или 3+, с промежуточными характеристиками. Все приведенные цифры пока служат лишь примером того, какими разработчики видят 0.33 ДЗ. В реальности каждый комплекс будет рассматриваться и балансироваться в отдельности. К примеру, частичный комплекс ДЗ Реликт на старых моделях БМПТ будет работать несколько хуже, чем на БМПТ-72. И также будет уделено особое внимание ОБТ, которые не имеют ДЗ на лобовых деталях, чтобы убедиться, что они не пострадают в новом балансе. Как это должно сказаться на геймплей? Ну, они ожидают, что ОБТ будут на ближних дистанциях больше стрелять, естественно, в незащищенные области ДЗ. Ну, в общем-то, так сейчас это и происходит. На средних точно так же примерно, но на дальних дистанциях уже, соответственно, вы будете попадать больше в ДЗ, который будет как раз-таки плюс еще. То есть на дальних дистанциях у нас из прошлой статьи мы выяснили, что на ОБТ бронебойные снаряды будут больше терять бронепробития. Плюс, соответственно, ДЗ-шки станут лучше работать. То есть на дальних дистанциях ОБТ уже будет так себе друг друга вообще пробивать. Ну и плюсом будет то, что на средних уровнях, там где ПТУРы нормально так нагибают, ДЗ повысит способность противостоять этим самым ПТУРам. И в целом, я так смотрю, ДЗ-шки станут очень даже неплохо повышать выживаемость этих самых ОБТ, которые, возможно, на некоторых, особенно низких уровнях этого не хватает. То есть все-таки сейчас, не считая десяток, да, где просто там этот Абрам со своим гребаным шифером танкует все снаряды, на остальных уровнях ты не особо ощущаешь вообще присутствие этих ДЗ. Сейчас же как раз уже и тандемные ПТУРы будут решать как-то, да, и все это будет чувствоваться лучше. С другой стороны, насколько сильно это скажется на играбельности на ПТУРах, это уже будет тоже довольно-таки интересный вопрос. То есть с точки зрения именно реалистичности, кто там любит реалистичность, у нас в игре ДЗ будет более реалистичный. Но с точки зрения геймплея, как это будет выглядеть, это уже надо будет смотреть, потому что, ну, соответственно, ДЗ будет разные по-разному работать, довольно-таки хитро. Это будет очень часто приводить к всяким непробитиям, которые точно не будут нравиться. И тут было бы неплохо, чтобы тот самый светофор на прицеле, да, который показывает нам красное, зеленое, желтое, чтобы он хорошо очень реагировал на все эти моменты, чтобы он отражал действительность. Чтобы у нас не было такого, что ты вроде целишь в ДЗ, да, это ДЗ там, но как бы тебе светофор показывает зеленый, типа, все окей, давай, стреляй, ты точно пробьешь. А в итоге на деле происходит непробитие. Вот чтобы поменьше такого было. Также немного еще о режиме ПВЕ. До этого уже, в общем-то, говорили, да, рассказывали о том, что и противники в ПВЕ будут меньше целиться исключительно в самые слабые места вашей машины, что в целом означает, что ваша броня выдержит куда больше попаданий, особенно кумулятивов и птуров. И также еще на радость ПВЕшникам, помнится мне об этом тоже как-то говорили. Когда уже там ботов расширят? Ну, сколько можно играть против одних и тех же Брэдликов и Т-15? Так вот, как раз тоже в 0.33 планируют добавить большое количество техники в список возможных противников, которые вам будут встречаться среди ботов. Об этом еще более подробно они расскажут в другой раз. И также в следующей статье будут еще более подробные подробности, как у нас будет выглядеть процесс перебалансировки. Так что следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!